Казалось бы, благостная картина. Деревья и кустарники, укутанные снегом, навевают мысли о хороших видах на предстоящий урожай. Но ученые предупреждают, сильнейшие морозы начала зимы погубили часть яблок и груш. Сильные морозы влияют на цветочные почки. Мы ждем, они сохранились, эти почки, мы ждем урожая. Но на самом деле наши почки уже мертвые. Как говорится, весна покажет. Здоровые деревья вполне могли перенести испытания стужей. Но ученые предупреждают, в Подмосковье вишня, скорее всего, не уродится. К этому нужно быть готовым. Это слива, абрикосы у нас выращивают в южных районах Подмосковья, алыча, черешня. У них в основном подмерзают почки. То есть они могут погибнуть. И сильные морозы, да. Еще одна напасть. Рекордные снегопады начала зимы, когда за полдня сугробы вырастали на метр, могли изувечить деревья, поломать ветви. Впрочем, здесь кое-что можно сделать. Берете обычную садовую лопату, поворачиваете ее, чтобы не было чувствительности вот этих острия. И аккуратно, не торопясь, аккуратненько подходите к веточке и такими движениями спряхиваете с них. Температурные качели января, когда на сугробах образовывалась наледь, требуют от садоводов особого внимания. Оказывается, деревья тоже дышат. И лед мешает им это делать. Иногда растения задыхаются и погибают. И не только плодовые, и декоративные такие, как туи и так далее. Человек не знает, от чего погибло растение. А от того, что оно просто задохнулось, от того, что были вот такие наледи. Помочь деревьям надо будет в марте. Просто взрыхлить сугробы, разбить ледяную корку. Это позволит деревьям вздохнуть. Хороший хозяин работает в саду и огороде зимой не меньше, чем летом. Забота о растениях всегда окупается. Даже при неблагоприятных прогнозах трудолюбивый и знающий человек может получить неплохой урожай. Тимур Гайся, Андрей Безуглов, телекомпания Одинцова.